Сегодня что получается? Что аптеки принадлежат частному капиталу. У частного капитала есть уже и лекарственные препараты. Им надо продать то, что они закупили. Не то, что человеку надо, а то, что у них есть. Удачно получилось или неудачно? Как сделать, чтобы они видели человека? Но если спросить, вот врачу кто дороже, здоровый человек или больной человек? Я дружил с министром рыбного хозяйства СССР в свое время. Я был тогда заместителем директора Всесоюзного института морского хозяйства и океанографии. Я и океан хорошо знаю. Вся моя жизнь была, по сути, это океан. Он через некоторое время министр стал заместителем председателя Совета министров СССР Каменцев Владимир Михайлович. Он мне позвонил, говорит, Вячеслав Арташевский, к тебе обратится Игорь Владимирович Мартынов. Помоги ему, пожалуйста. Я был в Киеве, договорился с Министерством здравоохранения Украины, что в Одессе будем строить на химфармзаводе цех по производству EPA и DHC. В 12 часов я зашел в кабинет главному врачу, академик Мартынов Анатолий Иванович. Выдающийся и человек, и врач, и организатор здравоохранения. Сказочный человек. Так вот мы с ними познакомились, и тогда он мне задал вопрос, Вячеслав Арташевский. А может ли мы провести клинические исследования на наших врачах, волонтерах? А почему мы будем брать вашу технологию, а не японскую технологию? Я говорю, технология японская хуже нашей. Ну да, все ученые так и так говорят. Мы всегда все лучше всех, и ничего у нас не получается. Оборудование будем брать японское, а технология Исаев. Я говорю, если есть деньги, давайте купим билеты. И полетим, вы сами убедитесь. У меня есть три вопроса. Ну наши думают, что я себя задам, им крутой вопрос, и они упадут. Я говорю, я у вас на заводе был. Три года тому назад. Скажите, вот за тот полный год, сколько вы произвели EPA и DHC? Ну наш, ну что ты такие вопросы глупые задаешь? Я говорю, подожди. Он говорит, 70 тонн, впечатляет. Я говорю, скажите, а за прошлый год полный сколько вы сделали? 10 тонн. И тут же сам засмущался. Вопрос возникает. Как? Все хотят наращивать, а ты уменьшаешь. Я говорю, и третий вопрос. Можете назвать причину? Ну тут у них, конечно, лица пошли пятнами. Они не знают между собой, что тут, как выкрутиться. А я им тихонько подказываю. Ацетон я еще дальше добиваю. Фудрага администрейший. И самое лучшее из пищевых волокон, которые сегодня у нас используются, это есть хитозан такой. Мы когда проводили исследования, ну как-то решили, что мы можем помочь людям, которые страдают облитерирующим атеросклерозом конечностей. И там Савельев командовал. Академик Савельев, главный хирург Минздрава Российской Федерации. Выдающийся ученый, конечно. Яблоков там работал. Петухов как раз занимался докторской диссертацией. Мы сказали, дайте нам тех, которые еще поживут. Не на излете. Обычно эта болезнь 5-6 лет. Их кормить экономом. И мы вместе отработали. Они усложнили даже нам постановку. Еще группу одну взяли, которые давали американские статины. Мевакор. То есть сопоставим, что там они дают, что мы рекомендуем. Шесть месяцев продолжалось вот это питание. Питание добавили. Через шесть месяцев оценили результаты. Значит, группа, которая получала Эйконол. У них получился антиатерогенный эффект 69%. Первый вот это. Мевакор, статиноамериканский, 71%. Ну, контрольная группа плохо у них была. Но второй показатель обязательно, побочное действие. Вот этих вот, то, что принимали. Побочное действие у Эйконола оценили, что до начала исследований, это как метаболическая функция печени, как функция состояния. У них до начала были какие-то нарушения. Через шесть месяцев вообще никаких нарушений. Все в норме. Где был Мевакор, там получилось, что у 80% пациентов полные нарушения. Вот те и статины. Весь мир уловил эту важность. И японцы, если посмотреть, потребляют 90%. Американцы 80%. Европейцы 50%. У нас системно потребляют от 3 до 5%. Так случайно может быть 20-25%. Не системно. А тут надо потреблять системно. Вот о том, сколько времени надо принимать. Сколько будешь принимать, столько и будешь ты здоров. Мы не даем запаса. Это каждый день расходуется. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сейчас вы увидите очень интересное, важное интервью с профессором Исаевым. Про то, как функционирует организм человека. Про то, что лечить надо не болезни, а человека в целом. О том, как минералы в природе поступают в почву, оттуда в растения, а с ними к человеку. Про очень важное исследование 30-х годов в США про пищевые сети. Про выдающееся открытие советской медицины. Про исследование в ЦКБ и других ведущих клиниках. СССР. Почему до 90-х годов у японцев практически не было атеросклероза, тогда как в СССР был у многих. А теперь в наши дни атеросклероз и смертность по причине развития атеросклероза и, соответственно, инфаркта еще выросла в разы. Как принимать и сочетать витамины, жирные кислоты и минералы между собой? Как правильно это делать? И что же такое облитерирующий атеросклероз конечностей? Какая это колоссальная проблема? И есть ли выход, и есть ли лечение и профилактика всех сердечно-сосудистых заболеваний? И о многом другом. Кто не смотрел ранее лекции профессора Исаева, обязательно посмотрите. Ссылки на них я оставлю вам под этим видео. Ну а кто смотрел, для того это будет огромная радость. Сегодняшнее видео. Очень вам рекомендую, не пропустите ни секунды. Смотрите от и до. Приятного вам просмотра. В гостях у меня сегодня легенда российской фармакологии. Исаев Вячеслав Арташесович. Он доктор биологических наук. Академик Российской Академии Естественных Наук. Действительный член Международной Академии Натур, Продуктов и Биотехнологий. Президент Ассоциации Производителей Биологически Активных Добавок. Генеральный директор и научный руководитель НПП Тринита и лауреат премии правительства Российской Федерации. Здравствуйте, Вячеслав Арташесович. Здравствуйте. Давайте начнем с самого простого. Что же такое биологически активные добавки? Потому что все вкладывают в это совершенно разные понимания. А что это на самом деле такое? Биологически активные добавки – те же пищевые продукты, но обладающие физиологической активностью. Это то, что называется, кроме энергетического материала, что нужно человеку для того, чтобы он родился, развивался, рос и получал радость и удовольствие от своей жизни. То, чего не хватает. Все знают, есть жиры, белки, углеводы и килокалории, которые нужно обязательно принять. Но скажите, пожалуйста, если там не хватает железа, значит не будет гемоглобина, значит не будет крови, не будет обмена веществ, не будет кислорода для нашего организма, для нашего дыхания и развития. Ведь все, чтобы превратить килокалории в энергию, надо, чтобы окислилось. И сперва превратилось в килокалории, потом килокалории в клетках, в митохондриях превратились в аденизин-трифосфорную кислоту, АТФ. И вот в этой форме у нас обеспечивает терморегуляция, мысли, дыхание, сердцебиение, вся наша жизнь. Если не будет йода, у нас не будет развиваться интеллект. Если не будет фтора, у нас не будет зубов. И таких 23 обязательных элемента, а вообще в организме человека находят 80 элементов из таблицы Менделеева. Вот столько надо. Если вы позволите, я скажу исторически, с чего началось в мире. В 1939 году в Соединенных Штатах Америки заседает конгресс, слушается вопрос о резком ухудшении состояния здоровья североамериканцев. Анализ показал, в чем причина, что это вдруг. Оказывается, причина всего лишь одна. Решили, что нам надоело подтопление всякие, заливание. Весной тает снег, тает лед, и все с горст по верхностей стекает вниз, размывает горные породы, переполняет реки, это мутная вода. И ил поднимается, все выносится на поля, на луга. Конечно, и подтопление есть, и домов, неприятности. Мосты иногда сносит, когда большие паводки. И решили, что нам надоело. Решили управлять водными потоками, построили дамбы, плотины, электростанции, искусственное водохранилище. Поливать будем отстоявшейся водой, все будет чисто. И вдруг оказалось, а минералов-то нет. Там собирают по два урожая в год в Штатах. И поэтому быстро корнеплоды, злаковые, фрукты, овощи, все выбрали. Трава выбрала все минеральные составляющие, и, скажем, спасется скот пустой травой. Там минералов нет, и в мясе не будет. Фрукты едим, зелень едим. Ну, все, что растет, растительное происхождение, пищу, а там не хватает минеральных составляющих. А некоторые из них, это жизненно важные минералы. Их не хватает, поэтому страдает человек. Ну, скажем, вот йода все знают. Йода дефицитные районы есть. А это интеллект. Бозидовая болезнь, эндокринная система плохо работает. Поэтому по многим. Первое у нас, если в стране взять, это цингу отметили. Когда не хватало витамина С, и начали выпадать зубы. Дезда не питаются, они не могут удержать эти зубы. Потом заметили, японцы уходят в море, рыбаки берут с собой рис. Лущеный рис оказался, или не лущеный рис. Если лущеный рис, болезнь берия-берия, слепота. То есть, в цвете не видят. А те, которые едят не лущеный, нормально себя чувствуют. К смерти увеличились. Поэтому, конечно, понадобилось. Или же есть полноценный продукт, каким ели наши предки. Грубые продукты питания. То, что выросло. А мы сейчас стали делать все рафинированные продукты. Рафинированная мука, рафинированный сахар, рафинированное масло. И вот в этом рафинированном ничего полезного почти не осталось. И понадобилось создание тогда особого класса продуктов. То, что мы выбрасываем из этого, и сделать небольшое количество биологически активных добавок к пище. И регистрируются как пищевые продукты, как добавки к пище. Только центральный орган, федеральный орган регистрирует и выдает свидетельство государственной регистрации на эти продукты. Что является достаточным документом для организации производства и продаж. Вот это биологически активные добавки. Весь мир уловил эту важность. И японцы, если посмотреть, потребляют 90%. Американцы 80%. Европейцы 50%. У нас системно потребляют от 3 до 5%. Так случайно может быть 20-25%. Не системно, а тут надо потреблять системно. Вот о том, сколько времени надо принимать. Сколько будешь принимать, столько и будешь ты здоров. Мы не даем запаса. Это каждый день расходуется. И каждый день им надо. Но есть вещи, которые даже небольшое количество ты принял, все равно полезно. Потому что, скажем, наши клетки, вот форменные элементы крови. Мы хотим улучшить качество крови. Но они живут, эритроциты, всего 120 дней. Через 120 дней они погибают. И метаболиты их надо вынести еще. А раз они погибают, значит на смену им приходят молодые. У которых нет вот этих способностей к деформируемости эритроцитов. И поэтому надо все делать заново. И если постоянно принимает человек, у него поддерживается это состояние. Вот тогда и создаются условия, которые показал Мейерсон в своих исследованиях. Два года каждый день. Для того, чтобы увидеть на моделях, как действуют вот эти биологически активные добавки к пище. Он исследовал источники омега-3 жирных кислот. Не просто омега-3. Я скажу, что самое важное там не в омеге-3, а название назову. Докоза гексояновая кислота и коза пентаяновая кислота. Это две фантастические кислоты, которые синтезируются в природе. Только фитопланктоном океана. Это мелкий панктон, синтезирует под действием солнечного света и минерального состава океанской воды. Питается им их фитопланктон. Это мелкие ребёшки, которые мы не видим никогда. Их не продают даже. Это совсем мелкие. Но они являются пищей, кормом для пиологических видов рыб. Я назову эти рыбы сардина, сельдь, скумбрия, ставрида, анчоус, негрирующие лососи. Они питаются, они обитаются в толще воды. На глубине больше, чем 100 метров от поверхности, но не больше, чем 200 метров от поверхности. Вот в этой толще. И мы организуем специальные экспедиции для того, чтобы добывали эту рыбу. Из этой рыбы, чтобы сделали вот эти биологически активные добавки и их дали. Я помню, это интересно, наверное. Я дружил с министром рыбного хозяйства СССР в своё время. Я был тогда заместителем директора Всесоюзного института морского хозяйства и океанографии. Я и океан хорошо знаю. Вся моя жизнь была, по сути, это океан. Он через некоторое время министр стал заместителем председателя Совета министров СССР Каменцев Владимирович. Он мне позвонил, говорит, Вячеслав Арташевский, к тебе обратится Игорь Владимирович Мартынов. Помоги ему, пожалуйста. Через две минуты мне позвонил, представился Игорь Владимирович Мартынов. Я не знал его. Мне надо с вами встретиться, дайте адрес ваш. И он приехал в институт. Мы с ним переговорили. Он говорит, мы только что вернулись из Японии, в командировки были, изучали, почему у нас в стране 56% среди причин смерти это атеросклероз в разных локализациях. А у них не знают, что они такой атеросклероз. Мы пытались у них узнать, поделиться опытом. Они говорят, у нас ИПИ, и ДЭЧ, и все. Сколько мы не пытались понять, что такое ИПИ, и что такое ДЭЧ, так никто нам не рассказал. Мы вернулись сюда, обратились ко всем энциклопедически образованным людям. Никто не знает. И Владимир Михайлович нам сказал, так как мы обслуживаем, а это он заместитель главного врача Центральной клинической больницы Совета Министров. Он мне сказал, есть такой профессор Исаев, он все знает. Обратись к нему. Я пришел узнать, знаете ли ли человека, кто может рассказать про ИПИ и ДЭЧ? Я говорю, Игорь Владимирович, я только что вернулся из Одессы. Я был в Киеве, договорился с Министерством здравоохранения Украины, что в Одессе будем строить на химфармзаводе цех по производству ИПИ и ДЭЧ. А что такое ИПИ? ИПИ – это аббревиатура. Если с английского – эйкоза пентаянацит. ИПИ – по-русски эйкоза пентаяновая кислота. А ДЭЧ? ДЭЧ – это докоза гексаянацит. По-русски докоза гексаяновая кислота жирная. И рассказал, как она вырастает, как производится, как по трофической цепи передается и как попадает к человеку. И он мне спросил, а могу ли я выступить с лекции Центральной клинической больницы, если мы соберем там кардиологов? Я, конечно, могу. В 12 часов я зашел в кабинет главному врачу, академик Мартынов Анатолий Иванович. Выдающийся и человек, и врач, и организатор здравоохранения. Сказочный человек, к счастью, живой. Так вот мы с ними познакомились. И тогда он мне задал вопрос, Вячеслав Арташевцевич. А можно ли мы провести клинические исследования на наших врачах-волонтерах? Сколько надо, чтобы был результат достоверный? И как долго надо это делать? Я сказал, 30 человек, 45 дней. А методику напишите? А дадите нам вот эти эйконулы, которые можно было бы использовать для того, чтобы получить результат. Точно так же, завтра я вам напишу адрес, куда пришлете вы машину. Мы погрузим необходимое количество. Машина должна пройти сразу на склад, в холодильник, где есть, и с холодильника будете расходовать. Методику я сейчас же напишу и даже сейчас расскажу. По 30 миллилитров в день рюмочку наливаете. Человек пьет, запивает стаканом томатного сока и заедает кусочком черного хлеба с солью. Без всяких излишек, каждый день, один раз, в течение 45 дней. Но предварительно надо будет, до начала, чтобы все прошли обследование. И клиническое, и биохимическое, особенно показатели всей крови. Потому что это будет для вас убедительным фактором потом, как можно диагностировать и как рекомендовать. По результатам диагностики, анализ, скажем, жирно-кислотный состав, липидный спектр крови, но особенно жирно-кислотный состав. Потому что, я вам сегодня расскажу еще, какая цифра, что означает, и что нужно срочно делать, иначе будет какая беда. Через 45 дней, конечно, там женщин было, врачей много, на ком проводились. Им не нравился запах, вкус рыбы. Это из рыбы же делается. Ну, конечно, да. Но контролировали-то кто? Главные врачи, два заместителя, выдающиеся врачи. Все они прошли. Но когда через 45 дней сделали анализ, что получилось? Клинические все показатели в норме, биохимические показатели просто как эталонные. У всех 45, без исключения. Он тут же подписывает, так, широкую клиническую практику лечения кардиологических больных. Это было, ну, триумф. И мы поняли, что мы на правильном пути. Мы хотели делать две формы тогда. Сперва, одну форму для инъекций, внутривенная, чтобы быстро достигать результата. А вторую, перорально, три глицериды. В форме три глицеридов, в капсульной форме. Потом мы заметили, что инъекции все боятся. СПИД и всякие другие переносятся. То есть неожиданно. И никто не хочет. А зачем, если можно это раз... Ну, конечно. Мы, конечно, их зарегистрировали как лекарственный препарат. Десять лет мы производили как лекарственный препарат. Он зарегистрировал. И фармакопейная статья, лицензия. И, значит, сроки кончились, заново подали, заново продлили. Десять лет все действовало, пока у нас вот наша система, что вдруг оказалось рядом с нами, другие производят. Они скупили эти акции и стали там производить кофе, чай и коньяки. И ну, ко мне пришли, что несовместимо. Ну, конечно, ну... Ну, я думал, что мы создадим новый завод, но казалось, не так быстро. Срок действия фармакопейной статьи кончился. И лицензии не могут выдать, что нет производства. Это на производство выдают лицензии. Ну, думаю, немного погодя, мы все это пройдем заново. Потому что у меня сомнений нет, что мы сделаем это лучше даже. Когда мы стали первый раз строить завод, ну, решили, что самое было бы лучшее это на Дальнем Востоке. Сырьевая база под боком. Производим. Часть оборудования купим в Японии. Ну, часть, конечно, я знал, что лучшее оборудование это Дания и Швеция делают. Особенно сепараторы, центрифуги, супертрикантеры. Потом часть капсулирующего оборудования это делает Милан лучшее. Это Италия. Ну, то есть что-то мы там возьмем, что-то... Тем более еще сырьевая база, это Иваси самое лучшее было. И качество, и количество. Все обустраивало. А Иваси тут же на Дальнем Востоке. И что в течение месяца, двух всего ловится, а год выпроизводить, холодильник ставим на пять тысяч тонн. И купили мы холодильник, на самом деле, японский, поставили там. Город сказал, у нас там нет, в Хабаровске. Тепла дополнительная. Мы в Финляндии купили котельную контейнерного типа, поставили. Собственно, обеспечиваем все. И подключились колхозники, рыбоколхозсоюзы их, и другие местные организации. И все захотели участвовать вот в этом интересном деле. Но потом что-то промелькнуло между ними. Дележ акций. Это удивительная вещь. Это когда бизнес не помогает, а мешает науке, и мешает развитию дальнейшему. И президент компании, который там был из больших таких организаторов, он мне говорит, Вячеслав, я устал с ними. А я заместитель его. Я говорю, я тоже устал. Поехали в Москву. Так мы на Дальнем Востоке не сделали, но здесь в Москве организовали. Организовали и производим. Сейчас мы производим. А вообще как подразделяются БАДы? То есть вот есть они как бы в зависимости от заболеваний, или как-то иначе, или от принципа действия? Первое – это что необходимо, чтобы нормально развивался организм. И какие бывают нарушения чаще всего в организме у нас. И на основании этого мы поняли. Вот есть человек, это макроорганизм. Но самое интересное, что у нас есть еще микроорганизмы, которые вместе с нами живут. В толстом кишечнике у человека около 3-4 килограмм живых бактерий. Видите, как удивительно. И к ним можно относиться или не замечать их. Ну, живут и живут. Да, живут и живут. И тогда они сами между собой. Значит, там есть и патогены микрофлоры, и полезные для нас. Ну, полезные для нас около 98%. А патогены, она сделана, это близнетворные. Кажется, зачем они нам? Оказывается, они нам нужны. Те же некоторые бациллы делают нам ферменты. И с другой стороны, эти же бациллы являются предметом для тренировки иммунной системы на случай инфекции. То есть, иммунная система уже знает их. И когда нашествие, значит, инфекция, то они набрасываются, спасают человека. Ну, то есть, здоровый человек быстро поправляется. Даже если инфекционно поразился. Один, два, три дня, и все кончено. И все. А если человек со слабой иммунной системой, то, конечно, беда. Но я скажу даже. Вот иммунная система как. Вот у нас от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 56% среди причин смерти. Это стенокардия, инфаркты, инсульты, облитерирующий атеросклероз, гипертония. Вот все они уносят. Среди причин вот 56% они занимают. В Японии таких больных 12%. Почему? Они постоянно потребляют вот эту омега-3. Вот это EPA, DHL, Эйконол. Наш Эйконол они потребляют постоянно. Потому что, ну, как-то вот мне дальневосточник говорит, а почему мы будем брать вашу технологию, а не японскую технологию? Я говорю, технология японская хуже нашей. Ну да, все ученые так и так говорят. Мы всегда все лучше всех, и ничего у нас не получается. Оборудование будем брать японское, а технология Исаев. Я говорю, если есть деньги, давайте купим билеты. И полетим, вы сами убедитесь. Ну, полетели мы туда. В Токио пришли, там, Тайо Гюго, такая крупная компания, они меня знают. Я говорю, я привел наших специалистов, они верят, что у вас самый лучший. Исаев-сан, у нас самая лучшая. Я говорю, у вас не самая лучшая. Исаев-сан, мы все исправили, теперь все хорошо, можете посмотреть. Ну, хорошо, поехали на завод, приехали мы на завод. Ну, нас встретили, 12 часов, обеденный перерыв. Мол, давайте здесь перекусим и поедем потом на завод, чтобы не тратить время потом. Нас обильно кормят, пытаются еще напоить. Ну, в общем, как наши, я говорю, смотрите, вы туда или здесь. В общем, поехали на завод, приехали полчетвертого. Директор, главный инженер, главный технолог, заведующий лабораторией. В общем, специалисты сидят, директоры, уважаемые гости из России. И, значит, мы хотим сказать, что у нас сейчас санитарный час начался. Мы вам показать не можем, но мы вам все расскажем. Ну, наши, конечно, летели-летели. И все вот, наверное... И я говорю, господин директор, у меня есть три вопроса. Ну, наши думают, что я себя задам, им крутой вопрос, и они упадут. Я говорю, я у вас на заводе был. Три года тому назад. Скажите, вот за тот полный год, сколько вы произвели EPA и DH? Ну, наш, ну, что ты такие вопросы глупые задаешь? Я говорю, подожди. Он говорит, 70 тонн. Впечатляет. Я говорю, скажите, а за прошлый год полный, сколько вы сделали? 10 тонн. И тут же сам засмущался. Вопрос возникает. Как? Все хотят наращивать, а ты уменьшаешь. И третий вопрос. Можете назвать причину? Ну, тут у них, конечно, лица пошли пятнами. Они не знают между собой, что тут... Как выкрутиться. А я им тихонько подказываю. Ацетон я еще дальше добиваю. Food Drug Administration, это американская комиссия по качеству лекарств и пищи. Да, я знаю. Меня спрашивают, что такое Food Drug? Что такое ацетон? Дело в том, вот эта комиссия Food Drug Administration, она обнаружила вот в поставках японских и перед речей следы ацетона. Ацетон – канцерогенное вещество. И они закрыли рынок свой и запретили ввоз туда, в Америку, чтобы не плодить рак. Но они сейчас делают, сейчас они будут дальше думать. Получается, что американцы спасаются, а японцы – несчастные. Их продолжают они убивать. И сейчас, когда японцы узнают, их вообще сделают характерием. Они покончат жизнь. Теперь вы требуете, чтобы мы взяли эту технологию? Нет, Исаев, прости. Мы уехали. На самом деле, биологически активные добавки должны быть разные. Первое, я сказал, что, скажем, микроорганизмы, их надо поддерживать. Поэтому борются болезнетворные, и они их тоже, когда нет пищи, они всё съедают. Им пища же нужна. А мы как? У нас есть толстый кишечник и тонкий кишечник. Тонкий кишечник предназначен для всасывания пищи для нужд человека. А в толстом кишечнике живут и питаются микроорганизмы, микроорганизмы эти. Мы вот спрашиваю, когда население, ребята, вы картофель едите? Да. Как вы готовите картофель? Отвариваем, пюре делаем, добавляем сливки или маслица, и всё съедаем. Всё съедаете, всё усваивается? Да. А что же белым микроорганизмом остаётся? Скажите, а вы горох используете в пищу? Фасоль используете? Да. Чечевицу используете? Да. Ну, сою кто-то восточный. Все говорят, как вы готовите? Ну, долго варим, варим. В общем, так варим, чтобы крахмал весь мы могли усвоить. И опять ничего не оставить. А это самое лучшее. Микроорганизмам нужен крахмал. Из крахмала они для себя выделяют глюкозу. Глюкоза и становится их энергией для их жизни. Деление и жизнь их. Поэтому, когда мы не даём, всё хорошо перевариваем, им ничего не достаётся. Если мы чуть-чуть не доварим, а нам природа дала, горох трудно развариваемый, фасоль трудно развариваемый, чечевицу трудно. Ну, чуть-чуть не доварите, чтобы не всё усвоить. Оставьте 20% для них, и тогда они будут помогать нам. И иммунную систему поддерживают, и ферментную систему. Что они там делают, кроме того, что потребляют глюкозы? Микроорганизмы ещё делают короткоцепочечные жирные кислоты. И среди них есть, да, и уксусную кислоту они делают, и муравьиный спирт они делают, короткоцепочный. Но они ещё делают пропиловую жирную кислоту, или соли они делают, соли бутиловой кислоты. Это бутераты. Бутераты. Это четырёхуглеродные. Звено из четырёх атомов углерода состоит. Короткоцепочные так. Его назначение – выстилают стенки желудка толстого кишечника, защищая его. А ещё у него есть способность убивать перерождающиеся клетки, раковые клетки. И поэтому защищают они от неприятностей, которые часто встречаются у человека. Ну а если вот, допустим, нет возможности, то получается таким образом, что либо нужно прям совсем очень-очень-очень правильно питаться, недоваривать и так далее, то есть очень чётко соблюдать себе баланс, что в нашей безумной жизни практически невозможно. У нас что тут, с утра что-то стрескали, потом побежали на работу, там хватанули, тут перехватили, дай бог, если вечером спокойно поели. То есть получается, что биологические активные добавки тут вообще всем нужны, потому что мы не можем соблюдать нормальный режим питания. И если 81 элемент, то это просто теоретически непросто поддерживать с помощью еды вот этот весь ассортимент. Поэтому японцы 90% потребляют. Мало того, что они едят сами много рыбы, каждый день рыбу едят, они ещё потребляют биологически активные добавки, весь набор их. Но мы сказали о первой, скажем, да, жилой кислоте. И касающейся поддержания нормы биофлоры кишечника, толстого кишечника. Второе. Мы дышим не очень хорошим воздухом. Автомобили стоят, выбрасывают, и мы всё это дышим. Пьём не очень хорошую воду, едим не очень чистые продукты. То есть что есть, что попало нам. И поэтому у нас есть токсикация организма. Ну и есть печень у нас. Это самая большая лаборатория нашего организма, спасительница. У неё много функций. Но одна из функций – это детоксикация. А нетоксиканты все оставляют себе и сами погибают, и болеют. С тем, чтобы все остальные защитить. Ведь как получается? Пища попала к нам в желудок. В желудке часть переваривается, часть не обрабатывается жиры. Жиры попадают в 12-перстную кишку. Там они расщепляются на глицерин и жирные кислоты. Печень подкидывает там желчь оттуда для эмульгации, для эмульгирования. Потому что это самый лучший эмульгатор – желчь. Поджелудочная железа подкидывает липазу для расщепления на глицерин и жирные кислоты. И формируются там хиломикроны, так называемые. Это липопротеиды разной плотности. И в том числе там есть и холестерин, липопротеиды в низкой плотности – это самый плохой. Очень низкой плотности – тоже плохой. И хорошей плотности – очень хорошей, антиатерогенной. Поэтому в балансе холестерина есть два нехороших, а один хороший. И задача – снизить плохого, а увеличить синтез хорошего. И оказалось, что показатель увеличения синтез хорошего одинаково увеличен, или уменьшить плохой, или увеличить. Эффект по снижению индекса атерогенности намного выше за счет того, что если хороший. И оказалось, что вот EPA и DHA способствуют именно этому увеличению, росту, показателя холестерина липопротеидов высокой плотности. Поэтому для индекса атерогенности это очень важно. Но теперь детоксикация. Что для этого надо? Надо дать в организм пищевые волокна, которых не хватает. Пищевые волокна не перевариваются у нас. И они связываются вот с этими токсичными веществами, образуют комплексную соль, трудноперевариваемую. И тогда еще волокна возбуждают перистальтику кишечника, и они быстро начинают выгонять. Это очень важно, чтобы быстро выгонялись токсиканты, не отравляли наш организм. Вот это второе должна быть пища такая, биологически активные добавки. И самое лучшее из пищевых волокон, которые сегодня у нас используются, это есть хитозан такой. Это из панциря делается, крабового, креветочного. Хитин, а потом из него хитозан. Он еще, кроме того, что токсиканты связан, он связан и все радиоактивные вещества, которые все-таки есть на фоне. Ну, особенно для летчиков, они на высоте все время подвергаются радиации. Конечно, им, кто работает на атомных станциях. То есть факторы риска где есть. Поэтому второй – это детоксикация. Ну, и мы взяли и к минералам добавили еще витамины. И минерализация, чтобы была, и витаминизация, и пищевые волокна для детоксикации. Вот еще один класс биологически активных добавок к пище. А они, вот вопрос сразу, ну, то есть приходишь в аптеку, там баночки, 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 биологически активные добавки, такие, такие, такие. А есть ли комплексные, или все-таки надо вот отдельно идти, отдельно вторые и отдельно третьи? Отдельно, отдельно. И, видимо, в какое-то свое время. Ну, скажем, витамины. Витамины делятся на два класса больших. Жирорастворимые и водорастворимые. Они могут мешать друг другу. Если там минералы попадают к жирорастворимым витаминам, идет окислительный процесс. Они катализаторы, металлы, катализаторы окислительных процессов. И тогда они из хорошего ЭПИА сделают плохой ЭПИА. Из хороших жиров сделают плохой молекулы уроды, так называемые. То есть это очень важно? Да, их надо разнести. Водорастворимые отдельно, жирорастворимые отдельно дать, витамины. Потом, вот я называю, скажем, ЭПИА, Дэйчей, это самый, конечно, пик всего, что за последние 30 лет создали в науке. Потому что такая сказка, это далеко продвигается. Если у нас время будет, я расскажу эту далекую сказку, что это сулит человечеству вообще в его развитии. И так вот мы определили, что есть, приходите и говорите, мне нужны пищевые волокна. Вам подберут любые, какие разные изготовители и дадут. Они скажут, еще у нас эти волокна есть в комплексе с минералами. Хорошо. И с водорастворимыми витаминами. Хорошо. Лишь бы там уже растворимых витаминов не было. И каждый человек потихонечку привыкает, что ему лучше всего. Или бифейнол ему сказали, да, чтобы бифидомбактерин там был. Чтобы поддержание норма биофлоры. Они же защитники наши. Мы же не связаны, от чего заболеем. И чем заболеем. Какая система у нас в организме даст слабину. А нам надо, чтобы в организме поддерживать еще иммунную систему. И гуморальные факторы, жидкостные факторы, которые соединяют все системы между собой. Ведь, как нам говорили древние медики, лечить надо не болезнь. Лечить надо человека. Мы хватаем, самое главное, болеет. Гипертония. И давай лечить. Сердце лечить. Болезни лечим. Печень болеет. Почки болеют. Надо рассматривать весь организм вкупе. Много есть других болезней, которые возникают. Аллергические какие. Побочные действия любого лекарственного препарата. Мы когда проводили исследование, ну как-то решили, что мы можем помочь людям, которые страдают облитерирующим атеросклерозом конечностей. Ну это люди болели, лежали они в Первой Градской больнице. И там Савельев командовал. Академик Савельев, главный хирург Минздрава Российской Федерации. Выдающийся ученый, конечно. Яблоков там работал. Значит, Петухов как раз занимался докторской диссертацией. Мы сказали, дайте нам тех, которые еще поживут. Не на излете. Обычно эта болезнь 5-6 лет. Гангрен съедает или ампутация. И мы сказали, дайте нам тех, которые еще не на стадиях заканчивающихся. Мы будем их кормить экономом. И мы вместе отработали. Они усложнили даже нам постановку. Еще группу одну взяли, которые давали американские статины. Мевакор. То есть сопоставим, что там они дают, что мы рекомендуем. Шесть месяцев продолжалось вот это питание. В питание добавили. Через шесть месяцев оценили результаты. Значит, группа, которая получала Эйконол. Наши отечественные вот эти источники. У них получился антиатерогенный эффект 69%. Первый вот это. Мевакор, статиноамериканский, 71%. Ну, контрольная группа, плохо у них было. Но второй показатель обязательно. Побочное действие. Вот эти вот, то, что принимали. Побочное действие у Эйконола оценили, что до начала исследования это как метаболическая функция печени. Как функция состояния. У них до начала были какие-то нарушения. Через шесть месяцев вообще никаких. Все в норме. Где был Мевакор, там получилось, что у 80% пациентов полные нарушения. Вот те и статины. Да, 71% отецатерогены, но метаболическая функция. Поэтому, конечно, нужно смотреть. Прямое положительное действие слабее, чем побочное действие. Ну, это же главный принцип медицины, не навредить. Совершенно верно. Поэтому, скажем, вот мы увидели, что вот что надо делать. Таким образом, разные биологически активные добавки прят по-разному. Но есть, скажем, можно ли улучшить зрение. Есть много исследований, которые проводятся в разных клиниках. Но нас интересовало еще одно. Но, скажем, мы, когда в кровь насыщаем, туда даем и козапинтейновую, и козапинтейновую, и козапинтейновую кислоту, куда деваются эти вот эти кислоты. Оказывается, у каждой клетки организм взрослого человека – это 100 триллионов клеток. И у каждой клетки есть мембрана. И вот эта мембрана состоит из фосфолипидов. Фосфолипидов – это жирная кислота, плюс обязательно атом фосфора есть. Это фосфолипид называется. Жирные кислоты могут быть разные. Насыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные, полиненасыщенные. Ну, скажем, линолевая, линоленовая, икозапинтейновая, докозгексоэновая, архидоновая – это все полиненасыщенные. Но среди полиненасыщенных есть омега-6 и омега-3. Омега-6 – это те жирные цепи, жирные кислоты, где первая двойная связь, ненасыщенность, появляется у шестого атома углерода. Если это у третьего атома углерода, первая двойная связь между атомами углерода, то это омега-3. Потому что у жирной кислоты есть два конца. Метильный конец – CH3. Это называется омега-конец. И есть голова, карбоксильная группа – COOH. Это альфа-конец. Вот решили, что удобнее H3 конца считать. Вот это омега-3. Альфа-линоленовая кислота – это омега-3. Но икозапинтейновая тоже. Но прямое действие его антиэтрогенное, конечно, вот нужно не омега-3, а докозагексоэновая и икозапинтейновая. Тем более докозагексоэновая – это сразу мозг. Это мозг, это интеллект. Вячеслав Артасович, вы невероятно интересно рассказываете. Просто потрясающе. У нас, к сожалению, такой короткий эфир. Дошли совершенно до практики. Я представляю, что сейчас меня все друзья и знакомые замучают. Так что же надо пить и где это купить, чтобы так замечательно себя чувствовать? Поэтому я задам, наверное, еще один завершающий вопрос, короткий. Вы входите в Совет Российской национальной и медико-фармацевтической премии «Золотая стопка». И много времени уделяете работе, как я знаю, в том числе по популяризации некой биологически активных добавок. И вот что вы видите самое важное сейчас в нашей стране? Вы говорили, что 3% всего лишь потребляют постоянно. И чем может вам премия помочь? Я сейчас скажу. Суть в том, что сегодня, скажем, здравоохранение есть и из фармации. Здравоохранение отошло на второй план. Они рекомендуют человеку не что ему необходимое, исходя из всего комплекса нарушений в организме, для коррекции его всего тела, всего гомеостаза, а не отдельной системы, но им подкидывают продукции фармацевтических компаний. И вот то, что им подкидывают, они вынуждены рекомендовать это. И это, конечно, беда. Сегодня что получается? Что хорошо, что не очень хорошо. Аптеки принадлежат частному капиталу. Как ни называй этот частный капитал. У частного капитала есть уже и лекарственные препараты. Им надо продать то, что они закупили. Не то, что человеку надо, а то, что у них есть. Удачно получилось или неудачно. Поэтому вот это ограничение. Как сделать, чтобы они видели человека? В конечном счете это наши граждане. Они будут болеть или нет? Но если спросить, вот врачу кто дороже, здоровый человек или больной человек? Истинному врачу дороже здоровый человек. Но, к сожалению, система в нашей стране не всегда это поощряет. Когда-то Сократа спросили, попросили. Сократ, ты так много знаешь. Расскажи о профессиях. Ну, он так это пожался и сказал. Что вам сказать про профессии? Есть три профессии от Бога. Все остальные выдумки человеческие. А какие от Бога? Учитель, врач и судья. Эти люди не знают, что такое деньги, но люди их содержат, как свою элиту. Слушателям желаю крепкого здоровья. Надо жить так, чтобы не болеть. И чтобы не лечиться, а жить. Спасибо большое. Будьте здоровы. Спасибо. Ну, вот вы и посмотрели интервью с профессором Исаевым. Но я вам хочу сказать, что есть продолжение именно этого интервью. Но послушайте сейчас, что в завершении этого видео я хотел бы вам сказать. Исаев говорил про детоксикацию, про пищевые волокна. Безусловно, это зелень и псиллиум. У меня о псиллиуме было видео. Посмотрите его, я оставлю вам под видео. Это, во-первых. Во-вторых, профессор Исаев говорил про поддержание микрофлоры. Ничего нет лучше тоже другой советской разработки. Это пропионовые симбиотические бактерии ИВИТА. Ссылку на них я вам оставлю. Прочтете, будет интересно. Далее. Вы спросите про Эйконол, о котором постоянно Исаев говорил в этом видео. Я поясню. Эйконол это основа, база. Это комплекс омега-3 полиненасыщенных жирных кислот ЭПК и ДГК. Но есть препараты, которые сейчас вы можете приобрести, профессор Исаева. Препараты, содержащие Эйконол в своей основе. Это, например, Эйлаурол, Эйкозим-Ку-10 с коэнзимом Ку-10, антиоксидант Латал с селеном, Амафор с селеном и скваленом и тыквенол. Любые из них вы можете принимать для обеспечения организма необходимыми омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Подробнее прочтите под каждым из этих товаров по ссылкам, которые я оставлю вам под этим видео. Ну а теперь очень важная информация, особенно для тех, кто проживает за границей не в России, но хочет приобрести препараты профессора Исаева или витамины и минералы в липосомальной форме. Видео про цинк в липосомальной форме я вам оставлю как пример под этим видео. Посмотрите. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok